Дмитрий, Варвара, Наталья, вы точно мне доверяете? Может быть я вообще левые имена говорю? Варвара. Мы бы с удовольствием взяли всех, но если мы взяли бы всех участников, то соответственно у нас было бы нечетное количество претендентов, а нам нужно было делать из них пары, соответственно от одного, к сожалению, пришлось отказаться. Везде камеры. Сейчас мы набираем кадры для голосования за наших участников. Это звучит как вызов. Можно страсти немножечко? Так надо жбить радио. А взгляд немножко нацельнее вот в камеру можно? Представь, что ты выиграл наследство. Давай. А ты дай, держи его. Ребята, залетайте! На радио очень важно уметь создавать атмосферу, театр. Это микрофон, в него нужно говорить. Ну, с этим вы уже знакомы, да? Значит, смотрите, первое задание. Прямо сейчас будем создавать театр, будем имитировать какие-то звуки. Скажите, пожалуйста, кто сегодня проснулся под звуки будильника? Я. Тань. А, блин. Дайте микрофон, Татьяне. Сымитируй звуки будильника. Вот такой у меня будильник. Это похоже на соседа с перфоратором. Похоже на будильник, вы не находите? А теперь еще раз, Жень. Только не громко. Хорош там, а! Деревня. Деревня. Подходит деревня? Деревня. Будильник у нас уже прозвенел. Сосед с перфоратором разбудил. Давайте вы слышите, например, как скрипит тележка. Тележка, вот, Борис, пожалуйста. Ой, мой. Такая легонькая такая, да, тележка легкая такая, до тонны. Как вы сейчас здоровы? Таня! Вот так вот что-то ты... Очень давно не был в деревне, но тем не менее, я так понимаю, что все равно звуки деревни, наверное, побольше нам тут бы подошли. Курочки? 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 Да вы должны понимать, да, что я взрослый человек. Исполнять роль курицы достаточно такая тяжелая задача. Звук козла. Обидно. Слушай, у меня первый вопрос козел. Как делает козел? Что нужно делать? И для меня это было таким очень трудным заданием. За нас, красивых, талантливых. А еще мы иногда озвучиваем рекламу разными голосами. Мог бы спародировать Дональд Дака. Сигма! Всем здрасте, всем добрый день. Ветров Бергсон. Это второй этап кастинга на ведущего вечернего шоу. На волнах вашей любимой радиостанции. У нас есть потенциальные ведущие. Мы, собственно, выберем кого-то одного, потому что нам один человек нужен. А вот кто из них лучший? Будете решать именно вы. Да-да, я к вам обращаюсь. Тех, кто будет заходить на сайт НР24 и отдавать свой голос за потенциального победителя. Голосование начнется с 14 апреля. Будут парные эфиры между участниками. А сегодня у нас этап под условным названием «Мастер-класс», где мы рассказываем ребятам о том, что важно уметь делать в эфире. И вообще, что это такое, ведение программы в эфире, с чем можно столкнуться. Так, или следующее задание называется «Интервью». На этом конкурсе «Задавать вопросы» будете вы. Он называется «30 вопросов радиоведущему». Здравствуйте. Добрый вечер. День еще, подождите, подождите. У меня вопрос. Как ты на радио попала? Ну, была-то не была. Как? Нет, через это же все делается. Через волосатые... О, ладно. Через своих людей, через... Рассказываешь. Да нет, ну на самом деле просто увидела объявление по телевизору, что требуется сотрудник, причем просто в «Сигму», не конкретно на радио. Я думала, что буду статейки писать, но нет, как-то все пошло не туда. Не жалеешь? Нет, нет, ни в коем случае. Спасибо. Есть у кого-нибудь из вас какое-нибудь образование по вашей деятельности нынешней? Возможно, вы инженера и прекрасно справляетесь голосом здесь. А, возможно, вы, не знаю, журналисты как раз. Филолог. Слесарь АВР. Да ты улыбка! Преподаватель театральных дисциплин, руководитель художественного коллектива. Ты выиграла! Самая нестандартная ситуация, где вы вели прямой эфир. Илья. Это было на набережной в городе Самара. Был марафон по бегу. Я вел его в костюме сердца. Какая тема самая нелюбимая на радио была у вас? Что-то связанное с детством. Вот с детством, да? Почему? Вот какие-то школьные воспоминания. А вспомните, а вот в детстве вы помните, а вот в детстве вы вот это, а вот в детстве. Все, что связано с детством и просмотром музыки. Ты хочешь забыть? Потому что у меня в детстве не было телевизора. А знаете, что подумал? А чем вы любите заниматься между тем... Это почему этот вопрос мне возник еще в машине. Чем вы любите заниматься между треками, когда играет музыка? Вас же не слышно, вас нету в эфире. Вот ваше любимое занятие тоже обоим быстро, вот прям экспресс. Мое любимое занятие. Вот между треками. Мое любимое занятие. Челефанить. Но такое происходит крайне редко, потому что за эфиром очень много работы, о которой вам, ребята, еще предстоит узнать. У вас на шоу гости. Один из гостей допустил мат в прямом эфире. Как бы вы выкрутились? Кто-то слышал мат? Нет, ничего не было. На радио ругаться нельзя? Нет. Каким словом вы замените матерное слово, вот прям вот не думая? Ромашка. Так? Да я каюсь, но я говорю слово блин. Блин? А другое? Вот блин не принимается, все блин куют. Блин, блин, блин. Вот что? Ромашка? Молодец. Конфетка. Дорогие зрители, как же я вас ромашка, ромашка люблю. Да, вы такие все конфетки. Конфетки. Мы давали вам домашнее задание. Каждый должен был подготовить небольшой материал. Материал у каждого разный. И прямо сейчас вы продемонстрируете, как хорошо выполнили домашку. Пожалуйста, Сергей, что вы смотрите на нас? Проходите. Вообще без проблем. Вообще красава. Серега, какое домашнее задание было у тебя? У меня было домашнее задание подготовить краткий пересказ одного из фильмов. Прежде чем ты будешь делиться с нами разбором какой-то картины, мы спешим тебя обрадовать. Поделиться нужно этим разбором, заранее надев на себя звуковую маску. Я тоже подумал, на самом деле, что мне сейчас надо будет что-то одеть на лицо, на рот, что будет менять звук. Я подготовился как к домашнему заданию, я хотел рассказать, я уже понял, как я буду рассказывать. И тут... Давай как Гарт Вейдер, и как будто ты Люку рассказываешь, вот Люку пересказываешь фильм этот. Давай как Гарт Вейдер. Канализационному? Да. О фильме пытаются показать одну из основных проблем и актуальная на данный момент. Давай знаешь как, как Рената Литвинова нам. Ты можешь так? Так, напомните мне, Рената Литвинова, Рената Литвинова. Она еще режиссер, и где-то я слышу, что это лучшая подруга Земфиры. А, Рената Литвинова. Я летаю. Да, вот. Заходит молодой человек в аптеку и говорит, дайте, пожалуйста, Виагру. А у нас нет Виагры, возьмите растишку. Спасибо. На здоровье, ребята. У него керлинг, да. Рассказать, почему керлинг самый зрелищный вид спорта. Ребят, хотите прикол? Я совершенно забыл о домашнем задании. Честно, мне мешало работать мое волнение. Я очень давно не доходил в эфир, потерял навык. Я отслеживал, что я зажевываю слова. Я слышал, что мое волнение не дает нормально работать. То есть, лично моя оценка средненькая. Но я не знал, что я, кажется, смогу какие-то шутки придумывать. Я ни разу не думал, что юмор как-то вообще способен. Я ни разу не шутил в эфире. Я сейчас попробую сэнфразировать, потому что я реально не готовится. Михалыч, Михалыч, быстрей, 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 Михалыч, 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 Гооол. Ну, что родилось, ребята, в моей голове только что? А давай так, как будто ты хочешь в туалет очень сильно. О, игрок воспринимает мир глазами своего персонажа. Прям очень сильно хочет. На мной упор. Я нервничала. И у меня есть, наверное, огромнейший минус. Я заикаюсь. И когда я нервничаю, оно у меня проявляется. То есть я вот слово не могу выговорить. И как бы я над ним очень не работаю. Над этим минусом улучшения есть. Но все равно я переживаю за это. Уже прям не можешь как хочется. Контрастрайк появился в самом начале пулевые подвержденные игровые движения. Непопулярная была игра. Но ты хотел, чтобы она быстро закончила. Она и сделала. Все, я пошла. Все, да. Спасибо. Ваши аплодисменты. 10 секунд, чтобы попрощаться, сказать, что здесь было. Да, ребят, это был второй этап кастинга ведущих вечернего шоу. Эфирная часть заканчивается, заэфирная продолжается. Нам нужно еще кое-что там с ребятами замутить. Вот, поэтому посматривайте за нами в нашей группе ВКонтакте. tvk.com слэш радиосигма. Ждем вас там. Подписывайтесь. И не забывайте смотреть на СИТВ и слушать на радиосигма само собой. Ну, а еще 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Часовая. 16 часов. Сигма.